Ну что же, Спартак в белой форме, Алания в желто-полосатой. Но по жребию хозяин сегодня московский Спартак, поэтому вначале о составе Алании. Алания, вы помните, в ранге чемпиона России пока что. Итак, кто будет играть за Аланию сегодня? Вратарь Дмитрий Крамаренко. Второй номер Артур Пагаев. Третий Сергей Деркач. Четвертый Муртав Шелия. Пятый капитан Инал Джиоев. Шестой Омари Тетрадзе. Седьмой Бахва Тедеев. Восьмой Игорь Яновский. Девятый Алан Агаев. Десятый Анатолий Канищев. Одиннадцатый Назим Сулейманов. Главный тренер команды Валерий Газаев. Московские спартаковцы являются хозяевами поля, но вы понимаете, что это лишь формально. Сейчас на ваших экранах Валерий Газаев, а мы переходим к составу московского спартака. Московские спартаковцы трехкратные чемпионы России. Итак, в воротах Александр Селимонов, Дмитрий Ананков. Второй номер Сергей Горлукович по прозвищу Дедушка. Илья Цымбаларь, который вернулся, пропуская игру в Санкт-Петербурге. Капитан команды четвертый номер. Рамис Мамедов пятый, Вадим Евсеев шестой, Андрей Коновалов седьмой, Дмитрий Оленичев восьмой, Егор Питов девятый, Владимир Джубанов десятый и Андрей Тихонов, лучший бомбардир команды 15, забитых мячей одиннадцать. Георгий Александрович Ярцев, вот он на ваших экранах, главный тренер московского спартака. И рядом с ним президент команды, президент клуба, вот так будет сказать точнее, Олег Иванович Романтов. Итак, исторический момент. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе Петровский началась. Первый удар сделали по мячу футболисты Алани. Цымбаларь отправил ночь вперед. Длинный пас и пока не точный. Сегодня плюс 5 градусов в Петербурге. Вы знаете, иногда идет и... Ох, какой опасный прострел. Иногда срываются мелкие точки, поэтому поле скользкое, но все-таки устойчивое. На нем можно сегодня делать все, на что способны футболисты. Пока вы смотрите замедленный повтор опасного момента, достаточно опасного момента. В исполнении спартаковцев еще один удар поворотом. Илья Цымбаларь достал мяч, но за пределами поля. Это Рамис Мамедов на ваших экранах. Я скажу вам о тех, кто судит эту встречу. Безусловно, это очень важно. Итак, Тарас Беззебяк, арбитр международной категории, арбитр FIFA. Он главный арбитр этого матча. Ему помогают его земляки Алексей Румянцев и Илья Авдеев. И также Анатолий Иванович Иванов. Он является инспектором сегодняшнего матча. А комиссаром этой игры, поскольку игра особая, является Владимир Вениаминович Родионов. Ответственный секретарь Российского футбольного союза. И еще одно действующее лицо, которое может выйти на поле. Нет, здесь все будет нормально. Это запасной арбитр сегодняшней игры. Николай Левников из Санкт-Петербурга. Вообще, работники стадиона Петровки говорили, что вчера была идеальная погода. Минус 2, температура поля была плюс 18. Вчера была идеальная погода для проведения матча. Но 15-е число даже не рассматривалось в принципе. Ну а сейчас уже Алания с мячом. И такая монтируем атака. Сулейманов, хороший обратный пас. Можно бить. Вот удар поворотом, мяч летит. Рикошет. Углоборот, да. Углоборот. Вот Николай Левников и Валерий Георгиевич Газаев. Ну Николай Левников, он запасной постыдья. И он в общем должен как раз не пускать как бы наставника к полю. Поэтому понять его можно. Николай Левников и тоже был жребий. И вытянул Яртов как раз без Зубика. Ну, это знаете, кто хотел Спартак, Тарас и без Зубика? Нет, так получилось. Но было два претендента на роль рефери в этом матче на руле Гану Левников и без Зубяков. Оба питерские судьи. И надо сказать, что это очень хорошо, что в Петербурге, вы знаете, сколько уже хороших арбитов. Суббаларь. Суббаларь. Сулейманов. Нет, передача была назад. Деркать. Да, Деркать. Можно пить. Вот удар поворотом. И вы знаете, вот это уже колокольчик. Не только Александру Филимонову, но и спартаковцам. Удар поворотом, мяч скользкий. И еще бы чуть-чуть ошибка могла быть роковой. Но никто не мешал пробить. Вот это тоже, почему вратарь сейчас так обращается к своим защитникам. Нельзя давать биться этой дистанцией. Ошибка вратаря. Но угловой. Да, вот на ваших экранах Сергей Деркатьевский. Игрок основного состава Алани. Футболист, который в этом сезоне делал много для того, чтобы Алани. Участвовал в этом матче. Еще один удар поворотом. Ну, кто же? Кто же? Выбьет ли на этот мяч? Или кто-то добьет его? Да, вот сейчас можно сказать, что два момента было. Мне кажется, дрогнул Филимонов. Неуверенно сейчас играл. Посмотрим, давайте, Геннадий, еще раз повтор момента. Пока мяч находится в середине поля, за пределами. Смотрите, мяч ведь в руках был у Филимонова, правильно? Но он его выпустил. Ну, составе Спартака не, в какой-то степени, незнакомый нам в Росарь. Это Аристис Панайотиди. Но я думаю, что в такой игре трудно. Оленич, направо, да. Тихонов с мячом выйти на поле. Итак, Тихонов. Удар поворотом теперь Андрея Тихонова выше цели. Ну, из острого угла сконтролировал Дмитрий Крамаренко этот удар. Я среагировал Игорь Яновский на этот финт. Оленичев. Хорошо. Сымбалай. И удар поворотом. Ну, в ближний угол. Конечно, в такой ситуации лучше было бы, наверное, попытаться пробить в дальний. Но, в всяком случае, опасный удар. Опасный удар. Вскричали трибуны. И в падении Крамаренко поймал этот мяч. А там было подключение защитника Пагаева по правой фанте. Финал! Финал, Якова Кузьмин. Артур! Горлукович. И Джубанов. Джубанов спиной находится и к воротам, и к своим партнерам, которые вроде бы набрали скорость. А как Сымбаларь прекрасно сыграл на свободное место. Почу сам ждет мяч и получает его. И забивает мяч. И спартаковцы выходят вперед в решающем матче за золотые медали. Илья Сымбаларь открывает счет в этой игре. Но это еще не победа. Красивый гол. Комбинация красивая. Начали сам Сымбаларь. Давайте посмотрим. И вот смотрите, как он бьет в свободную зону. И как он устремился вперед. Сейчас хорошо видно. На высокой скорости. И пас левого фланга последовал великолепный. Кто же это был? Оленичев? Кто же давал пас такой прекрасной левой ногой? На противоходе поймал Дмитрия Крамаренко. И вроде бы удар получился не сильный. Но четко. И забил правый. Да. И он левша. Забил четко в то место, которое не защищал вратарь. 1-0. Спартак впереди. Это 27-я минута. 27-я минута. Спартак вышел вперед. Канищев с мячом. Какой он слава. Обыграл троих. Пас. Но сильно, пожалуй, сильно пробил мяч. Ну вот. Взмыли вверх ракеты. И я смотрю, петарды здесь появились на стадионе. Яновский. Какой удар. Молодец, Филимонов. Вот сейчас сыграл надежно. Хорошо. Мне кажется, что действительно, когда он удачно сыграл на выходе, почувствовал все-таки игру, почувствовал мяч. И, может быть, чуть успокоился. Для вратаря это очень важно в такой игре. В первую очередь нервная система. Боже мой мощный удар. Бахва ТТФ. Канищев набирает скорость. Бахва ТТФ перед штрафной. Пошел на образ Горлаковича. Филимонов вышел из ворот. Ворота пустые. Удар. Нет. Мяч в ворота не проходит. Дмитрий Ананко спасает свою команду. Я думаю, всех спартаковских болельщиков. Вот он. Бахва ТТФ. Какой великолепный проход, а? И Горлакович, естественно, не мог стартовать. И Филимонов обыгран. И Ананко сейчас очень четко подстраховал. Ну что ж. Стопроцентная реальная возможность дела у Алании сравнять счет. Пока 0-1. 29-я минута первого тайма. Угловой с левого фланга. Да. Бахва ТТФ мог забить свой 12-й мяч в чемпионате. Он лучший бомбардир Алании. Этот мяч, как знать, наверное, стал бы самым важным. Может быть. Ой-ой-ой! Твоя ошибка Филимонова. И еще один угловой. Нет, нет. Уже был. За пределами. Во время подачи был за пределами поля. Деркач левой ногой подает и подкручивает мяч как бы от ворот. Не хочу быть пророком, но мне кажется, что не ожидала вот этого удара Алания. И не исключено, что большие наступательные действия со стороны этих футболистов мы увидим во втором тайме. Зато Оленичев справа набирает скорость. Пасть ему. Оленичев учитывает Читову. Удар. Прекрасный удар. Но великолепно играет Крамаренко. Падение. Мяч летел в левый нижний от него угол. И он перевел на угловой. И комбинация опять была красивой. Посмотрите, Читов. Оленичев и Читов. И мощный удар. И красивая игра вратаря. Коновалов. Хорошо убрал мяч, а? И вот увидел. Один. Один сейчас. Жубанов. Да. Только мы его похвалили. Ну, бывает. Бывает. Да. Прозевали защитники-то как его, а? Мне кажется, сейчас вот в глазах у Олега Романцева у тебя была горечь от того, что его, его футболист не использовал в такой момент. Ну, и Крамаренко сыграл здорово. Опять вратарь, конечно. Вышел. Угол обстрела сократил. Нужно было обладать хорошей техникой. Прекрасный пазл. Посмотрите, как прозевали его, а? Правда, мы его не видим на скамейке запасных. Нет, он находится недалеко от Голаза. Он здесь на вложи правительства. Какой хороший проход. Живой. Подстрахнул. И! Камещево удар! Вот сейчас. Мяч попадает в колено вратаря Филимонова. Ну, он сыграл здорово. Он вышел из ворот. Великолепно сыграл. Спартаков сейчас мячом. Ох, как! А вот сейчас свободный, потому что это был сброс мяча. Совершенно очевидный и правильно делает Тарас Бюсзубяк. Свободный. Ну, другого шанса у Дмитрия Крамаренко не оставалось. Мяч печал в ворота. Мяч печал в ворота. Тогда бы еще становился 2-0. Понимаете, есть правило. Никогда не возвращать мяч вратарю в створ-ворот. Мяч надо посылать рядом. И мог ведь защитник отбить этот мяч. Увы. Да. Но вот этот момент... Ну, это новые правила. Совершенно новые, да. Ну, все было сделано. Тарас Бюсзубяк здесь разобрался очень правильно. Другого решения никто и не ждал. Он сейчас показал футболистам Спартака, что мяч нужно будет разыгрывать только по его свистку. Потому что нужно установить стенку на 9 метров 15 сантиметров. Вот смотрите, как горяченный... Разгоряченный Георгий Ярцев объясняет Романцеву, что в этой ситуации нужно сделать. Как нужно сыграть. Может быть, он думает, ну, предполагает, что это сейчас передаться игрокам. Итак, свободный удар. У мяча Симбалар, Тихонов. И Евсеев. Ждем свистка. Тихонов. Рикошет. И Читов сейчас посылал мяч в угол, но успел защитник подставить ногу. И опять Крамаренко сыграл здорово. И опять Крамаренко. Да, вот в этом, смотрите, в моменте. Вот он. Среагировал на удар. Ногой отбил мяч. А отбил-то, наверное, ближе, чем с 11-метровой отметки. Спартаковец. Восьмой Дмитрий Оленичев. Девятый Егор Читов. Десятый играл Владимир Джубанов. Вместо него вошел в игру Алексей Милешин. Милешин под 15 номером. И одиннадцатый Андрей Тихонов. Ну вот сейчас у Спартака появится вместо Андрея Коновалова Артем Безродный. Молодой футболист. Перспективный. Я думаю, что он верит в него и Романцев, и Ярцев. А мне кажется, появление на поле Саддеева связано с тем, что это игрок, который в последнем матче забил мяч. Игрок темпераментный. Даже иногда темперамент через край у него бьет. Помните, он только вышел на замену в матче Алани с Ротером. Заработал две желтые карточки. И, наверное, по мнению Газаева, он должен усилить игру. Что же касается Андрея Коновалова, мне кажется, он все-таки, несмотря на то, что Лепко... Ну почему он 12-й номер? Я видел 13-й номер. Ну, готовил... Артем Безродный. Вот теперь ошибка исправлена. Коновалов все-таки заслужил хорошие слова. А вот и Кавказские люди чемпионов. Так что сил потрачено немало. И вот этот матч, он для зрителей интересный. Для футболистов он все-таки непростой. Даже физически, в то же время. Коновалов. Оленичев набивает скорость, получает мяч. И бьет. О, как играет здорово Дмитрий Крамаренко. Просчитал удар, и мяч намертво поймал. Дмитрий Крамаренко в третий раз выручил команду. В третий раз. Может быть даже и побольше, Динабик, потому что в первом тайме были опасные удары. Мне кажется, он лучше в составе Алани. Бесспорно. Пока да. Симбаларь. Под левую ногу. И ударь. Во втором тайме сыграно уже, наверное, минут 12. Да, примерно около 12 минут. Оленичев. Угловой. Ну, я могу сказать, что по угловым. Алания впереди. Шесть раз футболисты из Владикавказа подавали угловой. Только четыре. Вы видели лицо Горлуповича. Он весь в игре. Он делает замечания, подсказывает своим партнерам. Я думаю, что действительно, как вы сказали правильно, Геннадий, вот этот дядька, который тестовал молодежь в течение всего сезона, он очень нужен клубу, каждому. О, как опасно. За голову схватился защитник сейчас. Да, футболисты Зенита здесь на матче. Сейчас проиграли защитники. И не точен был удар головой. Угловой справа фланга. Тедеев, бахва Тедеев. Ананка, еще раз. Еще раз надо подавать угловой. Бахва Тедеев. Три угловых погряз. Он прекрасно пробивает шрапные угловые. Здорово подкручивает мяч. Вот смотрите, сейчас опять. Но почему-то... Но мяч летит ворота. Еще один угловой. Четвертый уже. А когда договорили, три корни на пеналь. Пеналь. Как говорили. И вновь. Также примерно, потому что чуть повыше сходу на угловой. Сулейманов. Помогает ему Алексей Румянцев и Илья Авдеев. Анатолий Иванов. Я вот скажу, что он комиссар сегодня. Он против инсессора, а комиссар Радион. Вадима Евсеева меняет. Ну, надо подождать, пока теперь не произойдет замена. Арбитр дал свисток. Такая пауза небольшая. Александр Липко войдет в игру. 75-го года рождения. Тоже молодой футболист. Итак, Бахва Тудеев. Справа фланга подает угловой. Молодец, Филимонов, выручил команду. А так и не закончено. На дальнюю штангу теперь. Все-таки, на мой взгляд, в составе Алании пока нет футболиста, который может сделать тонкую передачу, но то его партнера, которая поставила бы в куфик игроков обороны. Пока оборона Спартака пусть со скрипом, но справляется с атаками Владикавказцев. Они для них огромного труда не составляют, хотя, безусловно, приходится трудиться с полной нагрузкой. Тетрады. Пошел в штрафную? Даже не дошел до нее. Этот Гадеев. Навешивает. Сулейманов, Горлакович, Перевач, Канищев. Пошел в штрафную. Удар! Так, как сейчас ошибки, Егор Беслович. Удар, Беслович, не удар, надбил. Ему, конечно, вторым было. Яновский, увы. Минут пять. Ну, может, не многим более осталось до окончания второго тайма. Мы говорим второго, потому что ничьи быть не может. А пока один ноль. Спартак впереди. Тихонов. Георгий Лярдов. Тихонов, да. Отмечен. Ой, гол! Все. Какая ошибка вратаря. Да. Какая развязка на стадионе Петровский. Два ноль. Два ноль. Но вы знаете, как Аланье атаковал еще из пять минут. Не исключено, что Аланье сможет уйти. Уйти от поражения. Но это будет очень трудно сделать. И вы знаете, Геннадий... Как жаль вратаря! Бог ты мой! Как он стоял! Как он защищал ворота! Мы с вами называли лучшим в этом матче. Ну, мне кажется, что все-таки, несмотря ни на что он остался лучшим, Дмитрий Крамаренко, пусть он ошибся в этой игре. Мне кажется, не стоит здесь лукавить. Аланье будет теперь 10, 100 раз сложнее сыграть ничью, заработать дополнительное время. Посмотрите, радость Ярцева и Романцева. Эти тренеры, я все-таки называю тренером Романцева, они параллельным курсом шли, работали вместе с командой. Они заслужили этой победы не меньше, чем Владикавказцы. Ну, уже постепенно фотографы подтягиваются. Но давайте все-таки посмотрим за Аланьей. Мне кажется, что забит будет мяч, не исключено, потому что спартаковцы, может быть, даже и чуть расслабились после этого гола. А Нанка выбивает мяч на угловой, угловой с левого фланга. Пошел подавать Бахва Тедеев. Справа фланга, справа фланга левой ногой. Вот Бахва Тедеев, даже, наверное, торопятся игроки Владикавказа. Да, разыгрывают, разыгрывают мяч. Впервые разыграли. Тедеев под удар. Вагаев, по штрафную, Конищев, удар. И мяч влетел в ворота. Еще играть три минуты. Вот сейчас начнется самое главное. Только я хочу сказать, что ворота. Очень поверили сильно в победу и расслабились. Какая-то, знаете, легкая расслабленность, но мне она. Я не хочу брать на себя вот роль того, что я здесь привяжу. Давайте просмотрим, как конец. Давайте просмотрим, как я пробил. Не в ту сторону. Вот посмотрите. Вот казалось ему бы в другую сторону, но нет, он пробил. И рикошет. Мяч попал в ногу защитника. И теперь он направлен. И сразу бросается уже на футболистов Спартака, которые только в центрах разыграли мяч. 2-1. Соленок и интрига. Интрига до самого конца. Джеоев, может быть и повторится судьба матча в Владикавказе, когда Аланец могла сравнив счет на последних минутах? Паш, штрафную Филиманов. Дотянул-то, но может быть вот здесь это главное его касание было. Дотянулся с головы, снял мяч. Конищев. Пап. О, какой момент, какой момент был. Но мяч, мяч в троповой площади Спартака, какой момент был сейчас неприятный для Спартака? Промахнулся. Ну, промахнулся. Не попал по мячу. Я думаю, что сейчас у болельщиков Спартака не один инфаркт произошел. Да, это промах. Промах год. Это нам из Москвы подсказали. Спасибо. Андрей Вазият, редактор нашей Транскости. Давайте смотрим. Смотрите, пауза и мяч состоятельный. Как же он не попал? Кто может так удивляться? Ну, конищев с мячом. А как Аланья продолжается? Один-два Аланья проигрывает. Последняя минута матча. Если не предпоследняя, нам трудно что-либо сказать. В электронном секундомере уже 90, уже 90 минут. И вот он свисток, звучит финальный свисток. Сараз без зубяк взял мяч в руки, прозвучал финальный свисток, который никто не услышал. Да, который никто не услышал. И здесь как-то в матче с Денитом тоже на угловом поймали, ну, я говорю так, поймали Денитовцев аплодисменты. Мне показалось, что уже в последние минуты у Георгия Ярцева чуть ли не слезы были на глазах. Ни Ярцев, ни Романцев не садились. 2-1 московский «Спартак» выигрывает и возвращает себе титул чемпиона России. Теперь уже «Спартаковцы» четырехкратный. Ну что ж, поздравляем «Спартак», поздравляем его поклонников. Заслуженная победа. Можно только сочувствовать Алании, потому что был шанс у этой команды. Да, и какой шанс? На последние минуты уйти от поражения. Вот сейчас нам показывают «Спартаковским» болельщикам. Я думаю, что режиссер нашей трансляции услышит мои слова. Мы видим с вами Геннадий, плачущего Дмитрия Крамаренко. Расстроен вратарь, огорчены поклонники. Но действительно, это не просто тропорезные слова. Мы должны сказать огромное спасибо Алании, команде, которая в том числе и она подарила нам интригу, которая долго очень лидировала, но вот в этой перегрузке им чуть не повезло. Ну, в спорте так всегда бывает. Одни радуются, другие печалятся. Ну, что поделаешь? Ну, Алания Достона опять из самых лучших слов, потому что игра была красивая сегодня. Она была, ну, как бы вам сказать, вы знаете, забыли футболисты обо всем. Они играли как могли. И получилось очень много. Очень много было качественного футбола. Это так приятно. Спасибо и Тарасу Беззубику, потому что очень был тяжелый матч. И, в общем-то, он, я думаю, справился с ним. Хотя наверняка будут разные комментарии. Ну, потом об этом мы с вами подробно обо всем узнаем. Но Спартак сегодня был точнее, потехничнее. Симбалат, прекрасная комбинация, 27-я минута, 1-0. Вот она, молодая Олег, команда, которая по праву, знаете, дерзнула, дерзнула. Ну, мало кто туров за 10 до конца думал, что Спартак способен быть лидером. Все говорили о Ротаре. Может быть, говорили о Балании. Но затем Спартак, прекрасная концовка. И здесь, в Санкт-Петербурге, две таких красивых победы. Одна над «Зенитом». Хотя тоже в Ротаре ошибся, там дважды. Сегодня вот, ну, все равно Спартак достан похвалы. Никто не может сказать, что это не заслуженная победа. Я могу сказать, что завершается наш чемпионат. Но, тем не менее, футбол еще не прекращается. С 3 по 10 января на Канабских островах, на острове Сен-Рифе, пройдет второй международный фестиваль футбола, который организует «Комсомольская правда» и спорт-менеджер групп под эгидой Российского футбольного союза. В нем может принять участие любая команда. И, конечно же, нам стоит поблагодарить и футболистов, и болельщиков, и, я думаю, телевидение Санкт-Петербурга, которое... Да, и режиссера, режиссер Леста Серебренникова. Это у нас совместная работа Питерского телевидения и России, и дирекции спортивных программ, спортивная дирекция «Арена». Комментаторы Олег Желовов и Геннадий Орлов. Мы с вами прощаемся. Мне кажется, мы с вами сегодня получили большое удовольствие от хорошего футбола. До свидания.